В этом месте будет проходить жертвоприношение. До Курбанайта мы всё тут приведём в порядок. Принести жертву баран на Курбанайте Миртау можно будет только в специальном месте, которое будет оборудовано на территории центральной мечети. Сейчас сюда уже завезены столб и навес, необходимые для того, чтобы сделать жертвенник не только крытым, но и как можно более просторным. Одновременно здесь могут приносить жертву 20-30 человек. Мы разделим территорию на сектора. В одном месте можно будет резать баранов, в другом – разделывать его тушу. Для удобства мы поставим столы. Резать баранов будут специально подготовленные люди. 15 человек ради этого должны будут пройти медосмотр. Баранов можно будет приобрести тут же. Их привезут из соседних сёл и будут продавать по цене от 25 до 40 тысяч тенге. Но до того, как приносить жертву, мусульмане должны прочитать айт-намаз. Айт-намаз начнётся в 8 часов утра, но до этого времени пройдёт уагыз. Имам напомнит присутствующим о смысле священного праздника, его истории, а также выступит со словами назидания к мусульманам. В этом году празднование начнётся 15 октября. Этот день будет выходным, так как Курбанайт относится к государственным праздникам. Алексей Неконоров, Дмитрий Поленов. Новости Тимиртау.